ЗАБУЛ ГОРЬЕ СССА В общем, ни черта я не снимал после этого сарая Вот сегодня предстоит заборостроительный день Буду строить забор из кедра Ну, все как положено Не просто там две палки, а именно такой нормальный басяцкий забор Ну, невысокий, правда, невысокий, где-то, наверное, по поясу Ну, может, чуть повыше Надо завязывать курить Я вот так вчера посмотрел и понял И еще хотел вам рассказать про такую хрень, как вот Чунь табако, жевательный табако Да, здесь вот тоже есть, в штатах такая вот балалайка У нас в России вот стопудово, в СССР нет такой Вот, открываем ее, конечно, элементарно Она здесь, значит, бумажка идет вот так вот по краю везде, да То есть крышку не снять Берем ногтем, здесь есть край крышки Накоточку мы цепанули и открыли По кругу прям проходимся Все, она открыта Закрыта она плотненько Вот, еще и табако открылся Что это такое? Ну, я взял себе с вишенкой С запахом вишни Пахнет, конечно, прикольно На вид выглядит вот так вот, да Она Такой, как Как торф Ну, что это такое? Это мелко порезанный Курительный табак Замоченный специально Ну, сделан специально для Желания Ну, вот это Это не сам жевательный табак Я его пытался здесь на острове найти Чтобы показать, что это такое, как он выглядит Его здесь очень редко найти можно Редмен называется Вот это именно такой старый, ковбойский Вот как в фильмах, видели же, да Там вестернах Когда ковбой сидит Вот это вот у него там И плюется Хрень какой-то Выплевает, да Там Коричневого цвета Вот Кайф у него такой же, как от сигарет Единственное, что вы не затираете себе легкие Но чем-то вам грозит Вы можете потерять зубы У вас также может развиться Злокачественная опухоль челюсти Десны Убиваете Вот Вообще лучше табак Табачное изделие вообще не использовать Плохо это Очень Влияет на здоровье И еще Если вы решили попробовать вот эту вот дрянь Чюнь табака То Моя вам сильнейшая рекомендация Не сглатывайте слюни Выплевывайте их Нахрен Пускай У вас На вас смотрят Как на идиота Ну здесь в штатах Точно не будут смотреть Там Здесь многие этим пользуются Чюнь табаку Жуют Вот Ну Ну Легким надо дать отдохнуть Поэтому я вот Тужую табачок И будет сжечь там По первости десны Там Куда их закидывают Под верхнюю губу Под нижнюю губу Ну как на свае Типа того там Да И пользуются как на свае Но Здесь нету Ядовитых этих Ингредиентов Таких Как там Я не знаю правда или нет Куриный поймет Там Побелка Поймер с чего там На свае Сам не пробовал Честно скажу Вот И Всегда с собой Спить он Вплевательница То есть да У меня пустой стаканчик Из-под кофе будет Спить он И Бутылочку воды Потому что Того что вы будете Вплеваться Будет хотеться Пить Ну как я сказал уже Сегодня Буду строить забор Постараюсь Вам все показать Какие то новые Трюки Кстати По рулетке Хотел тоже Рассказать Те кто приезжает сюда В штаты Разница колоссальная В рулетке в миллиметрах И рулетке в дюймах Да Вот она Дюймовая Рулетка То есть Дюйм равен Приблизительно Двум с половиной Сантиметра Да И вот Вычитать Отнимать Очень сложно На самом деле Сложно То есть Размеры Разные Допустим Шестнадцатая Шестнадцатая Восемнадцатая Ну все Дроби Сложить Как бы быстро Или вычесть Быстро Отнять определенное Число Очень сложно Вот Вот Как я этим пользуюсь Например Мне надо там Из ста двадцати И три Квотера Отнять Там Я не знаю Пять и Три восьмых Что я делаю Я убираю целое Число Да То есть сто Значит Беру Как бы вам показать Вот Беру двадцатку Да Допустим Сто двадцать Это десять футов По идее Подставляю Вот этот язычок Вот здесь Да Ну мне сейчас неудобно На камеру Вот И смотрю Где у меня Там Заканчивается Там Пять и три восьмых То есть вот эти деления Которые у меня совпадают Уже смотрю Сколько получится Потом добавляю сто И выходит Допустим Там Сейчас я вам скажу Сто двадцать Минус пять Три восьмых Получается Сто четырнадцати и пять восьмых Ого Сто четырнадцати пять восьмых Вот такая ерунда Есть еще Один забавный Подкол с этой рулеткой Я его покажу Но Попробую найти кого-нибудь Подопыт Чтобы вам показать Как Рассчитать Вес Человека По длине его рук Для тех Кто не знает Это очень классный Подъем Ну будьте аккуратнее Возьмите только рулетку Поменьше Не сорока футовую Там А полегче И поменьше Потому что Может все это дело Закончится неприятностью Не для вас конечно А для человека На котором вы будете показывать Как рассчитать Вот Еще Такой момент По первости В штатах Там Когда вы будете резать дрова Ну Полки Я имею Ну Вы можете их отрезать Короче Ну просто Не учесть Там допустим Ширину Полотна Пилы И у вас отрежется Полка там На одну восьмую Да Меньше Скорее всего Вас отправят Поискать Стрейчборд Борд Стрейчер Ну Скажите Отвечайте Сразу Что у вас С собой Забыл дома Ну Если вдруг у тебя есть То дай пожалуйста Ну только с сарказмом Вот Потому что таким образом Проверяет опытный человек Или нет Иногда бывает Там отправишь его За этим растягивателем Доски Ходит Ищет Но меня правда ругались По первости За то что я отправлял Зеленых За этой доской Потому что там ходят И 15 минут ищет Вместо того чтобы работать Ну ничего Зато притирается Что там Не подколоть Не прожить Понимаете И веселее день Проходит быстрее Вот Сегодня день будет пасмурный Наконец-то Наконец-то Пасмурный денек А то меня уже Это жара Достал уже К вечеру Уже Чувствуешь себя Эти Моментальной Лапшой Этой Дошираком Домой Приходишь Залазишь Под этим душем Ждешь Пока Назад Форму Не Это самое Непримежное Осталось Честно Вот Ну ладно Ребят Что Помчал я Спасать жизнь Строить заборы Вот В течении Конечно дня Буду снимать видео Вставлять Резать Хотя если честно Вот я посмотрел Эти видюхи Которые там нарезал Да там на вставлял Музыки там Я не знаю еще что-то Ну не знаю как Как Для меня это фальш Если честно Какие-то фальши Вот в этих видосах У меня вот Видео сейчас вот Льется от души Да Хорошее настроение Хочется там Рассказать Вот Рассказываю А потом уже В течении дня Когда вот эти видосики Нарежешь Вставляешь музыкой Раз и Вроде какой-то Как Телевизионный ролик Которого у меня там Доверия нет вообще Не знаю какого Напишите отзывы Буду вообще догадать До скорой ребят До скорой Все я помчал Не забыл Я вчера уже там Дровато купил На забор Обошлись они 752 доллара 750 долларов 95 центов Это вообще кошмар Да И еще хотел сказать По ценам Допустим В Массачусетсе Вот где я живу Цена указана Без учета налога То есть если Скажем Хлеб в магазине Стоит доллары То будьте готовы Что еще заплатите Некое количество Денег За таксу За налог И чтобы не быть голословным Я вам пожалуй Покажу Вот этот вот чек То что мне дали В магазине И Вот она 751 доллар 95 центов Причем таксы Налоги Вот они 44 доллара До 23 цента Тут Столько переплатил Хотя на самом деле Они стоят 707 72 Вот Здесь Есть Расценки На дрова Вот Здесь Соответственно Вся Информация Вам Интересна Вот Такие Пироги С котятами Я Балдею Вообще Да это еще Поработать надо Да это еще Наверное Два дня Я влуплю Попробую Хотя Не знаю Что там делать Два дня Все Пора купить кофе С сигареточек Точнее не сигареточек А Пожевать табачок И в путь дорогу Строить Забор Сейчас мне надо Распустить вот эти доски На более мелкие Дощечки Где-то они у меня будут Приблизительно Пять с половиной Шесть сантиметров Два Дюйма И одна четверть Буду их распускать Но перед тем как Видите они длинные Да Восемь футов Но перед этим Распускать я их буду На своей циркулярке Восьмифутовые Неудобно сюда Запихать Поэтому я буду Резать их Напополам сначала А потом Распускать На мелочь Так вот Американская стройка All about show Да Все для шоу Вы должны показать Скорость Резать каждую доску А потом и распускать Это вообще Геморрой И люди любят Скорость так же Да Нам надо вот эти все Доски 16 досок Порезать Как можно быстрее Некоторые что делают Они отмечают одну доску Чертят линию Отрезают Следующую доску Чертят линию Отрезают Мой вам совет Если вы хотите Как бы Показать скорость Мерите сразу Все четыре доски Делайте отметки Делайте Отметки Треугольником И уже потом нарезайте То есть сделайте Такой небольшой конвейер Вот После того как Весь материал наряжите Уже тащите его На циркулярку И там Распускайте Это вам прибавит скорости Ну и вы Вы будете выглядеть В глазах Заказчика Как человек Который что-то знает Еще такой момент По одежде Да когда вы приходите На работу Многие приходят В шортах И в кедах Ребята Если вы так придете Устраиваться Даже ко мне То Навряд ли У вас это получится Если вы идете Устраиваться На работу На стройку Мой вам совет Оденьте Грязные джинсы Но грязные Не в том плане Что там заблеванные Или я не знаю Там в жиру все В пятнах каких-то непонятных А вот такие Рабочие штаны Все уляпанные В клею Обязательно Ботинки С остальным носом Если вы Допустим Идете Делать раму С чем это связано Я вот заметил Да допустим Если приходит На стройку Я весь в грязных Штанах С грязным вот мешком Там допустим Да Совсем потрепанным Инструментом То меня Возьмут быстрее На работу Чем Человек Который пришел Чистенький такой Офисный работник Вот Поэтому это Тоже очень много От этого зависит Как вы себя подадите А потом уже Главное Как говорил Один мой товарищ Ввязаться А там уже посмотрим Палочки Распустил На мелочь Ну Теперь готов Поработать Из обрезков От доски Можно сделать Вот Такую вот Хрень И выкинуть К чертям Потому что она вам не нужна И вообще постарайтесь Чтобы никто не увидел А И еще Еще хотелось бы рассказать Пару моментов Про газон Вот Как Вы уже Обратили внимание Везде газоны в штатах И они Очень красивенькие Канадские газоны Это Да Но проблема Есть С этими газонами Они очень Любят Уход Скажем так Вот То есть Если я сейчас Вот брошу Кусок фанеры Где-то вот Здесь например Да То К концу дня Трава пожелтеет Из-за того Что слой Земли Где-то ну Приблизительно там Сантиметров 10 То есть Мы снимаем вот этот дерн И внизу Уже идет песок Поэтому корни Неглубокие Трава очень Прихотливая И есть шанс Вот Убить Этот Красивый вид Но И еще Ее надо Постоянно стричь Постоянно стричь Чтобы Не зарастало Бурьяном Чтобы всегда Она была где-то Дюйма Два Полтора По высоте Вот И постоянно Поливать Тоже очень Важный момент Ее плевать Здесь я Не вижу Спринклеров Да Газонополивалок Этих Даже показать Даже показать Негде Нечего Вот она Газонополивалка Здесь находится Стоит Значит Таймер В доме Он выставляется На определенное время Штука Выходит из земли И начинает Поливать газон И Если 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 Очень долго Топтаться По этому газону То вы Протопчете Такую небольшую Тропинку Здесь Здесь Баррикаду Баррикаду Я и буду Сегодня Менять На красивый забор Ну Красивый Некрасивый Как получится Постараемся Конечно Постараюсь сделать Красиво Сегодня еще Должен подъехать Один парень Из Бразилии Помогать Будет Помогать Мне Строить Этот забор Посмотрим Что из этого выйдет Про что Я в принципе и говорил Я убрал эти кресла Баррикаду И Остались Такие следы Это Как раз из-за того Ну Буквально Еще вчера этой баррикады Здесь не было У людей просто собака И она тут бегает И они хотят отгородиться Сделать такой вольер собаке Чтобы она здесь гуляла И Не выбегала на улицу И они сделали Такую баррикадочку Из мебели Садовой Ну Вот Пожалуйста Что произошло Буквально За ночь Толщина Земли Плодородной Где-то приблизительно 4,5 дюйма А дальше идет уже Песок Вот Про что я и говорил И Поэтому Требует Хорошего полива Этот Газон Еще Очень полезный инструмент Это Уровень Лазерный уровень Вещь очень Необходимая Если вы занимаетесь Столярским делом Профессионально Для чего он нужен Для чего он нужен То что вот смотрите Я вот 3 3 столбика поставил И мне надо отметить Вверх Где мне надо обрезать То есть Да Для этого Я ставлю Свой Уровень Лазерный Включаю Он сам Значит Выставляется В уровень Автоматически Какая-то Балда начинает крутиться То есть Вот Кнопочка Сейчас Мы ее вдавим Настроиться И Погнал На столбах Отметок не видно Но есть Такая Такие очки В комплекте Вместе С этим уровнем Красные И Дают нам Они Хорошую Я не знаю Сейчас Попробую я Через камеру Наверное Не получится Наверное Не будет видно Жаль конечно Хотелось бы Показать Ну в общем Если вы эти очки одеваете То Видно прям Отметки По уровню Вы Просто ставите Свою отметочку И Потом уже мерите Необходимую длину От этого уровня И Везде Чертите От лазерных меток Потом Рассчитывайте Где у вас Пойдет Верх Вашего забора Сколько вам надо Чтобы сделать Как это сказать Грув Да Рэббит Так называемый Для Палок Для Поперечин Которые пойдут По длине Ну пока В таком состоянии Да Еще этот Лазер Он идет Вот с таким вот Называется это РОД Не знаю Как по-русски будет И вот такая Ловилка Этого самого лазера Не знаю Сейчас Попробую Словить Тоже Вот она Панель управления Нажимаем Нажимаем уровень И Вот он нам показывает Выше ниже Видите Кнопочки там Да Вот он показывает Значит поднять Либо вверх Либо опустить вниз Вот когда средняя Загорается Синим цветом И она начинает стабильно пищать Значит вы там Где надо То есть вы прикручиваете Вот на этот крепеж На этот крепеж На уровень Значит выставляете его Соответственно Выставляете Ставите Вот этот конец На метку 0 Выставляете этот инструмент По лазеру Когда он запищит И покажет вам Что это уровень И соответственно Идете и выставляете Эти маяки Уровня Значит идет В такой комплектации Здесь Есть такая вещь Которую можно прикрепить На стену Закрепить ее на стенку Соответственно Прикрутить сюда Лазер И уже выставлять его По высоте На стене Вещь вообще замечательная Делать потолки Делать Вот такие заборы Чтобы у вас Все было красиво В уровень Обычным Пузырьковым Этим Уровнем Он тоже здесь стоит Ну им хорошо столбы Выставлять если честно Да Там может пол Выровнять Тоже неплохо Но я доверяю Лазеру 21 21 век технология Ну и как Вы уже знакомы Я вас уже знакомил Со своим другом Трансформером Ну а я пошел дальше Ну все Забор готов Хотел бы я сказать Но он еще далеко от готов Будем продолжать Да Вот еще тут такой Рабочий момент есть По поводу Шурупов Вот Здесь Который Шуруп Я использовал 3,5 дюйма Эпокси-кодед Не Не нержавеечный А обычный шуруп Покрытый Эпоксидкой Они очень хорошо Их очень хорошо использовать Для аутсайда Но все равно Хуже конечно Чем Нержавеечные шурупы Но Погоду держит Тоже на ура И Использовал Каунтерсинг Что такое Каунтерсинг Это вот такая вот Балалайка Вот такая вот Балда То есть Как видите Ну-ка фокус поймал Ладно Не хочет фокус лайк В общем Зачем это Нужна ерундовина Для Закручивания шурупа Под углом Я сначала Просверливаю дырку Утапливаю Вот этой вот Частью Вот Этой частью Это как Небольшой бит Работает Да Как сверло Для того Чтобы утопить шуруп Головку В дерево Чтобы она не торчала Не упирала Вот Потом Если бы он красился Этот забор Значит здесь бы шла Вудфилл Вот Как сказать-то Заполнитель И потом бы он Зашкурился И был бы очень красиво Вот Но делать этого я не стану Потому что Забор мы еще не готов Создадим интригу Посмотрим как забор Будет выглядеть в конце Все Наконец-то День закончен А забор Нет Но завтра новый день Будем заколачивать денежку День 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 Город Редактор субтитров Продолжение следует... Продолжение следует...